А на людях все хорошие, тихие, культурные, ну какие они просто, ну, паинька. И это не холостяка, а комплекс. Таким должен быть человек. Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда эти бегают, дети, жена, там, родственники, коммуналка нас погубила. Вы стонете все время нам что-то рассказывать? Женщины? Там плохие попадались. Причем они попадались? У меня всего одна. И далеко от меня живет. Я ее и тещу выдержал только три года, не больше. Теща это страшно. Так и я понимал свекровь. Вот я понимаю, что и тоже было тяжело с матерью и мужем. Ну, и поэтому жить раздельно, раздельно, раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, то дурдо. Вспоминал я Тахта, мы с Фимом Тахте, да? Я у жены жил. И узко спать. Ну что, ворочаешься невозможно, бля. Давай расширим немножко. Чуть сдвинем, а там что-то положим, бля. Сейчас я с меня сбежал, начинаю давать советы. Значит, мне нужны все. Чест пришел, давайте ворись вот так, вот сюда, вот туда. Ну что делаете, бля. Я хочу переодеться, дверь закрыл, бля. Теща ходит злая, что он двери закрывает? Ну что, должен при вас переодеваться? Ну дикость такая, ну дикость. Ну что за жизнь? Это все они делают. Загнали их всех. Ведь вы же уничтожаете. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять? Дома вы чуть-чуть, чуть-чуть. И так сделал. Туда пошел. Мало денег. Не то одел. И тот костюм. И тот цвет. Купи. Продай. Сходи. Где? Сапоги. Косметика. Завезди. Не завезли. Моды. Театр. И пошло. И поехало. И пошло. И они всех погубили. Тесть умер. Теща жива. Да? Все, все сдохнут. Они будут жить. И моя жена, и теща. И все будут жить. А все мужики на кладбище. На кладбище. На кладбище. А все по-хорошему. Интеллигентная семья. Все хорошо. Но она от тести наживала моей тещи. Дурень. Каждый день пять раз. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А так он капитан первого ранга. Все. Под Козырев. Все. Но дома-то я слышал, как они называли. Дурень. 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 Это любовь с ума сойдет. А вас как с ума сойдет? Никак. Попробуй как назови. Никак называют. Все. Близко нет даже. Однажды она что-то там не так сказала. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. И она обиделась. А что обижаться-то? Ну не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трехкомнатная квартира уже. Уже не теща. Все. И все равно вот надо бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщина громко разговаривает. Но нельзя. Должна быть ниже на тон мужчины обязательно. Обязательно ниже. Она громко все. И долго. И не смотрит на человека, она не понимает, что он уже не хочет слышать ее. Она продолжает говорить, говорить. Вот что самое страшное.